Вместо территории счастья территория ожидания. Вот уже больше полутора лет покупатели квартир комплекса с многообещающим названием не могут получить заветные ключи. Дом до сих пор не построили. О том, что их жизнь будет как в кино дольщики этой многоэтажки, возможно, тоже подозревали, но не догадывались, что с таким сюжетом. Спустя год после того, как жилье должны были сдать, комплекс мало чем напоминает дом комфорт-класса с благоустроенной территорией. В крае сегодня почти 60 проблемных строек. Задерживают сроки сдачи и работают с нарушениями обязательств застройщики в 10 районах Кубани. В регионе 800 обманутых дольщиков. Это цифра в официальном списке. В неофициальном же несколько тысяч. Проблема, которая неоднократно поднималась на всех уровнях власти, сегодня вновь на повестке в краевой администрации. Вопрос Венемин Кондратьев выносит основным на заседание антитеррористической комиссии, чтобы не только найти решение, но и разобраться, почему некоторые застройщики не доводят дело до конца. Это просто безнаказанность, к которой они тоже привыкли. С точки зрения и уголовного преследования, безнаказанность. Мы посадили один-двух, если дай бог посадили, а все остальные думают, они откупятся. Вот когда они перестанут думать, что они откупятся, значит тогда мы наведем порядок. Я не против, что мы были все в правовом поле. Но правовое поле не должно защищать не только застройщиков, горе застройщиков, но и дольщиков. Так же не бывает, и любовь односторонней. Сегодняшние обманутые дольщики – это в большинстве случаев результат действий застройщиков-мошенников, которые умышленно вывели деньги с объекта. Все такие махинации должны пресекаться на самых ранних этапах, ставит задачу глава региона. И в этом вопросе важна принципиальная позиция правоохранительного блока. В структуре ГУВД вне Амин Кондратьев предложил создать специальное подразделение, которое бы занималось расследованием преступлений в сфере жилищного строительства. Финансовое состояние застройщика, любого, мы знаем. Ну или можно легко узнать. Поэтому если мы даем разрешение на строительство компании «Рога и копыта», тогда надо понимать, что кто-то на себя должен взять ответственность. Или глава муниципального образования берет, который выдает разрешение на строительство застройщику. Или если правоохранительные органы считают, что необоснованно отказ выдан, и надо выдать разрешение компании, тогда правоохранительные органы должны взять на себя ответственность. За каждый шаг, я еще раз хочу сказать, у должна быть ответственность. За каждый, у каждого. Потому что все вместе, я уже не раз говорил, мы обеспечиваем социальную стабильность в крае. Поэтому я еще раз говорю, никакой глава муниципального управления я больше никогда не приниму отказ, чтобы вдруг правоохранительные органы его заставили. То есть назовите конкретно, кто и каким актом заставил. Будет разрешение на строительство, если вы четко понимали, что между вами и последующим дольщиком фирма «Однодневка». А вот так вот как-то все. И в общем, такой подход меня не устраивает. И ответы такие приниматься не будут. К выдаче разрешений на строительство сегодня стараются подойти со всей строгостью. С начала этого года одобрили меньше 30% поданных на возведение домов заявлений. Справедливо не прошли отбор проекты без коммуникаций, придомовых площадок и парковочных мест. В рамках предоставления департаментом госуслуги по выдаче заключений за 9 месяцев 2017 года рассмотрено 257 заявлений, по результатам рассмотрения которых выдано 166 отказов. То есть на сегодняшний день все, скажем, недобросовестные застройщики мимо департамента не прошли. Тут привлекать средства дольщиков они не будут. Ситуацию с обманутыми дольщиками уже удалось стабилизировать. Об этом говорят и главы крупных городов Краснодара и Сочи. Теперь важно удержать ситуацию. Для этого рынок должен быть навсегда закрыт для нечистых на руку застройщиков. И ответственность за это несут как краевые, так и муниципальные чиновники, напоминает Кондратьев. У нас с вами свой один только интерес. Если есть застройщик, он должен быть добросовестным, максимально выполнить свои обязательства перед дольщиками. Тем самым, конечно, он союзник власти. А кто пришел сорвать куш, я еще раз подчеркиваю. Вот вор, как известный классик говорил устами одного своего героя, должен сидеть в тюрьме. И позиция же силового блока должна быть. Я еще раз подчеркиваю, очень жесткая. Мне все равно, кто это будет, застройщик или чиновник любого уровня. Все равно. Если играется в чужих, своих, значит, он тоже не должен находиться во власти. А если он такой же вор, только во власти, он тоже должен сидеть в тюрьме. Все. И здесь нету пощады ни своим, ни чужим. Озадачены краевые власти и не менее важным вопросом, как вернуть кубанцам квадратные метры, за которые они уже заплатили. По каждому проблемному дому составлена дорожная карта. Решение же на перспективу принято на самом высшем уровне. Президент страны предложил уйти от долевого строительства к проектному финансированию. А это означает, что, возможно, в ближайшем будущем будут продавать только готовые квартиры. Мария Крошина, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.